Сегодня из Нижнего Новгорода отправился в обратный путь новый поезд до Новгорода-Великого. Матшрут связал столицы двух регионов, открывая совершенно новые туристические перспективы. Одним из первых пассажиров рейса стала Алена Суфтина. Накануне вечером она отправилась в поездку, а уже утром прогулялась по городу на Волге. Историческое событие. 42-й пассажирский поезд впервые в истории из Великого Новгорода, ну или как принято в РЖД Новгорода на Волхове, прибыл в Нижний Новгород. Этот состав из 14 вагонов впервые соединил два города, которые вот уже несколько десятилетий носят одно имя. Ну, здравствуй, Нижний. Давай знакомиться. Пассажиров, спешащих из Великого в Нижний на первом же поезде, на самом деле оказалось совсем немного. Понедельник не лучший день для путешествий, и все же встречали гостей из города на Волхове в городе на Волге с губернским оркестром. Значимость нового туристического маршрута переоценить сложно. Города-тезки то и дело путают журналисты и туристы. А ведь в истории наших Новгородов на самом деле очень много общего. И теперь есть возможность их сравнить. Еще лучше создать уникальный туристический маршрут, объединяющий два города с одним именем. И это задача номер один на ближайшие месяцы для наших министров культуры. Эмоции переполняют, потому что мы много анализировали все прошедшие годы, какая связь между двумя Новгородами. Действительно, есть промежуток определенный в истории, когда вы уже были, нас еще не было, но именно как города. Потом все случилось, то есть параллели проводили постоянно, нас часто путают. И вот сейчас, когда есть возможность действительно сесть на поезд в Великом Новгороде и приехать в Нижний и наоборот, я считаю, что с точки зрения туристической привлекательности, с точки зрения, ну вообще для нас это имеет огромное значение. А пока два Новгорода и два Кремля соединились в одной коробке елочных игрушек. На знаменитой нижегородской фабрике «Ариэль» создали уникальный сувенир, который уже завтра приедет в Новгород-Великий на том же поезде номер 42. К слову, состав обслуживает Нижегородская бригада. Для них это тоже новый маршрут, на который они возлагают большие надежды. Для нас этот рейс – праздник тоже для нижегородцев, потому что многие хотят посмотреть Великий Новгород, а прямого сообщения, к сожалению, не было. Сечип теперь есть возможность, но опять же, не только с туристическими центрами, ну грубо говоря, с туристическими поездками, а также как из Великого Новгорода, так и в Нижний Новгород могут ездить паломники, так как и у вас много храмов. И у нас есть цветные места, места Серафима Саровского. Этот поезд соединил два города, две истории, два туристических центра. Пока по количеству гостей мы опережаем Нижний. В 2018-м здесь, в городе на Волге, побывало 500 тысяч туристов, но на пассажиропоток из Новгорода-Великого они возлагают большие надежды. Впрочем, и группы из Нижнего для посещения нашего Древнего и Великого уже активно формируют. Так что пакуйте чемоданы, новгородцы. Здесь и правда есть на что посмотреть. Из Нижнего Новгорода Алена Сувтина, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.